Девятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2236. Нам приходится благовествовать людям о Христе и о порядках в церкви. Когда послушают наш разговор, то тут же и упрек. Ваша вера какая-то злая, то одно нельзя, то другое. Наши деды верили и пили, в карты играли. Местный батюшка у нас никогда ничего строго не говорит нам. Ваша вера не русская, не наша. Откуда вы ее взяли? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Спасительная вера только та, которая основана на священном писании. А эти сказки о добренькой вере придумали сами же попы, чтобы иметь дешевый авторитет перед своими прихожанами-кормильцами. Батюшки же ничего не могут исправить и знают это. И грубо презирают за глаза своих почитателей, говоря, что народ такой тупой, что его ничему нельзя научить. А не то, чтобы десятину отдавали им. Но миф о добренькой вере придуман и культивируется на культурном уровне и у интеллигентов. Вот как ответил на подобный вопрос брат-отец Нафаналил Судников, член нашей общины. В гражданской религии современного общества, идолами которой являются плюрализм, толерантность и демократия, присутствует и своя мифология, касающаяся разных областей жизни. Мифология эта касается и христианской церкви. Рассмотрим несколько распространенных мифов о христианстве. Миф первый. Вначале христианская церковь была едина, все жили в мире и любви, а потом церковь начала дробиться. Этот миф используется обычно тогда, когда некто принимает распространенный стереотип доброжелательного отношения к Евангелию, но, будучи сугубо нерелигиозным человеком, выражает таким образом свое неприятие той или иной христианской конфессии или всех существующих для оправдания своего отнюдь неевангельского образа жизни. Миф второй. Первые христиане были исполнены любви и принимали всех, а потом началось растаскивание по конфессиональным квартирам и озверелая борьба с инакомыслящими, которых стали называть еретиками. Этот миф начинает работать у современного культурного идолопоклонника тогда, когда он ближе сталкивается с церковью, имеющей строго определенное вероучение. Этот человек не прочь бы вращаться в обществе христиан и обогащать церковь своим присутствием, но его глубокомысленную и творческую душу травмируют, когда его глубокие мысли называют ересью, а его одаренной личностью отказывают в праве называться христианином. Он видит в этом узость и ограниченность, фанатизм и застой. Рассмотрим оба этих мифа одновременно сначала с атеистической, то есть религиоведческой точки зрения, а потом с богословской, то есть теологической. Исторически христианская религия возникла в среде иудейской религии, являясь поначалу небольшой группой последователей человека, который проповедовал нетрадиционную интерпретацию иудейства, называл себя сыном Божиим, был жестоко казнен по приговору еврейской духовной власти. Он и его ученики говорили о необязательности обрядов иудейства, что было кощунством для религиозных евреев. Более того, христиане принимали в свои общины язычников, не принуждая их соблюдать закон Моисеев. Общины христиан быстро множились и распространялись и по иудее, и по всей Римской империи. В иудейской среде было тогда несколько религиозных направлений в отношении нового учения. Первое. Христиане из иудеев, которые отказались от соблюдения закона Моисеева. Второе. Христиане из иудеев, соблюдавшие закон Моисеев, но не навязывавшие его другим. Третье. Христиане из иудеев, принуждавшие всех соблюдать закон Моисеев. Четвертое. Христиане из язычников. Пятое. Иудеи, не принявшие Иисуса Христа. Так вот, для того, чтобы сохранить свою универсальность и продолжать распространяться по миру, христиане, христианские лидеры должны были категорически отвергнуть все принуждения к закону Моисееву, как со стороны иудействующих христиан, так и со стороны традиционных иудеев, не принявших Христа. Иначе бы христиане превратились в маленькую иудейскую секту, вроде Иесеев, и через некоторое время исчезли. По этому поводу в среде христиан было немало столкновений и несогласий, о чем написано и в Новом Завете. Другая опасность была со стороны гностиков, последователей разнообразных эзотерических учений того времени. Они были опасны тем, что, во-первых, признавая доктрины и писания христиан, придавали им свой аллегорический смысл, во-вторых, развили у себя сложную систему посвящений для непосвященных, не раскрывая своих истинных взглядов. То есть, получалась как бы тайная организация в недрах церкви, вроде масонства. В-третьих, работал соблазн религиозного творчества, как и в недрах некоторых современных христианских сект. То есть, каждый новоприбывший мог проявить себя и внести нечто новое в вероучение, ссылаясь на открывшиеся ему толкования каких-то прежних идей христианства. Гностики проводили свою деятельность как внутри христианской церкви, так и создавая свои собственные кружки и общины. Поэтому, как и в случае с иудеями, для того, чтобы сохранить свое вероучение и организацию, церковь должна была жестко отмежеваться от всего многообразия гностических идей, часто просто безнравственных и безумных. Что и сделали апостол Павел, Иоанн, Иуда в своих посланиях. Про первых гностиков мы знаем уже из текста «Деяния апостольских». Это Симон Волф и Николай Диакон. Поэтому говорить о том, что осуждение еретиков в церкви было уже поздним явлением, а конкурирующие христианам организации, которые тоже называли себя христианскими, появились только лет так через сто глубокое заблуждение или мифологическая восстановка современного экуменизма. Первые конкуренты были уже при жизни апостолов, и апостолы Христовы прилагали немало усилий для борьбы с ними. Из апокалипсиса Иоанна Богослова мы можем уже перечислить ряд околохристианских альтернативных направлений. Николаиты, Валаамиты, Последователи и Изавели. А более поздние авторы приводят еще некоторые направления гностиков. Поэтому первые десятилетия христианства по количеству соперничавших организаций вполне сравнимы с первыми столетиями после реформации. Единственным серьезным отличием тех еретиков от протестантов было то, что творчество гностиков было более кардинальным и по существу искажающим смысл христианского вероучения. Теперь рассмотрим вопрос ереси с богословской точки зрения и ближе коснемся второго мифа об особой ласковости первых христиан. Именно так плоской человек понимает слово «любовь». Проповедь христиан, быстро завоевавшая мир, была уникальна и универсальна. Она призывала всех и безразличия пола, возраста, национальности, вероисповедания, социального положения. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного». Послание к Колосинам, 3 глава, 11 стих. Принцип самоотверженной любви к Богу и ближнему возводился в ранг основной заповеди новой религии. Более того, утверждалось, что в лице Иисуса Христа сам всемогущий Бог стал человеком, терпел страдания и умер мучительной смертью для того, чтобы взять на себя всю ответственность за грехи всех людей. «Эта проповедь воспринималась либо как безумие, противоречащее всем законам природы и человеческого общества, либо как откровение Божие, коренным образом меняющее жизнь человека, дающее силы изможденным людям терпеть страдания и легко идти на смерть за свою веру и в любовь». Но как же эту самоотверженность и любовь совместить с осуждением еретиков и изгнанием их из своей среды? Вот здесь вступает в дело присущее интеллигентному язычеству совершенное непонимание характера Христовой проповеди о любви. Посмотрите, как нетерпимо и нетолерантно Христос ведет себя по отношению к историческим культурным ценностям еврейского народа и лучшим образованным представителям его общества, книжникам и фарисеям, то есть по сегодняшнему словоупотреблению профессорам, деканам, священникам, пасторам, мулам. «Змеи, порождение Ехиднины, как убежите вы от осуждения в Гиенну?» Евангелие от Матфея, 23 глава, 33 стих. Говорит он неоднократно о религиозных идеалах иудейских лидеров, высказывается так. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Более того, на празднике при массовом скоплении народа Христос совершает совсем хулиганский поступок, опрокидывает столы именовщиков, изгоняет торгующих из храма, чем вызывает гнев руководства. А представьте себе, что сегодня кто-нибудь в православном или католическом храме опрокинул бы прилавки торгующих свечами, иконами, книгами и, размахивая плетью, прогнал бы церковных служащих, уголовное дело могло бы закончиться судом. А посмотрите, как вызывающий Христос ведет себя перед законом судом Синедриона и римского наместника. Он отказывается отвечать на допросе и продолжает излагать свои идеи, оскорбительные для иудеев. Думаете, что апостолы ведут себя более культурно? Ничуть. Мало того, что апостол Петр говорит о пагубных ересях, апостол Павел осуждает и иудействующих христиан, и гностиков из язычников, и гностиков из иудеев. Апостол Иоанн, этот возвышенный апостол любви, мистика, богослов, называет традиционную религию евреев сборищем сатанинским, синагогой сатаны. Мало того, это оказывается слова Христа, сказанные ему в видении. Ну-ка, выскажите в современных средствах массовой информации такие слова в адрес иудеев. Говорят, закон о разжигании межрелигиозной розни уже начал действовать. А как вам апостол Павел на Кипре, когда во время разговора с проконсулом Сергием Павлом ему начинает противоречить представитель языческой конфессии Елима, Павел по утверждению Нового Завета, исполнившись Духом Святым, говорит ужасные и оскорбительные с точки зрения культурного человека слова. «Ой, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Книга «Деяния», апостольских, 13 глава, 10 стих. Елима тут же слепнет, то ли от стресса, от грубости Павла, то ли по действию Духа Святого, как о том говорит Писание. Более того, у апостолов, у самих бывают несогласия. Апостол Павел говорит не больше, не меньше, как о лицемерии апостолов Петра и Варнавы, когда те делают политические маневры в отношении иудейских христиан и действующих христиан. Павел говорит, «Я лично противостал ему, Петру, потому что он подвергался нареканию. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлеченных лицемерием, когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской». Послание Галатам, 2 глава, 11-14 стихи. В послании Галатам, Колостинам, Коринфинам мы много читаем об еретических лжеучениях среди христиан, которые осуждает апостол Павел. Причем Павел несколькими словами выносит приговор и всем последующим плодам доктринального творчества. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». И еще раз повторяет, «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Анафема, послание Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Анафема, значит, отлучен. Также и в отношении государственной религии Римской империи христиане ведут себя агрессивно и нетерпимо, отказываясь не только приносить жертвы гению императора, но часто по собственной инициативе, оскорбляя религиозные чувства добровольно, религиозные чувства добропорядочных римлян, совершают хулиганские действия против предметов культа, статуй богов, иногда даже во время исполнения религиозных церемоний. А когда их призывают просто проявить смирение перед государственной религией и бросить зерно Фимиама на жертвенник, они устраивают из этого религиозную демонстрацию. Хотя никто их и не принуждает отказываться от своих убеждений, но просто просят проявить уважение к другим. То есть и со стороны Иисуса Христа, и его апостолов, и их последователей мы видим крайнюю непримиримость и нетерпимость в отношении других конфессий. О какой любви может идти речь? Что это за любовь такая нетерпящая? Почему такая нетерпимость к инакомыслию? И чем это отличается от нетерпимости любой другой религии или советского атеизма, например? А тем и отличается, что, обличая ложь и заблуждение, христиане того времени не применяют физических действий к инакомыслящим и даже не защищают себя, когда к ним проявляют насилие. Когда еще не просвещенные духом святым Иаков и Иоанн хотят огнем уничтожить город, отвергнувший Христа, он запрещает и говорит им, «Не знаете, какого вы духа?» Евангелие от Луки, 9 глава, 55 стих. А Петру, взявшему меч, чтобы защитить главную святыню Мессию и Сына Божия, Христос запрещает, прилагая слова, что «всякий, взявший меч, от меча и погибнет». То есть, любовь евангельская, в отличие от гуманистической любви современной демократической религии, отличается крайней нетерпимостью к иудеям и к другим религиям, предлагая идеи более высокие и бескорыстные, и в этой войне против них христианская любовь предпочитает подставлять себя и умирать на кресте сама, а не убивать других, в отличие от гуманистов, использующих пушки и снаряды для защиты плюрализма. Любовь христианская есть для всех людей образец неравнодушного, крайне серьезного отношения к религии в отношении и себя, и других, в отличие беспринципности, плюрализма и толерантности. «Таким образом, нетерпимость ко всему извращающему истину евангельской любви есть органичная часть евангельской проповеди, а отличие от отлучения и неприятия еретиков есть благодатный евангельский инструмент церкви для самозащиты от разложения». Литература используемая. Первая – Библия в синодальном переводе. Вторая – Волтру Байер «Orthodoxy and Heresy in Earlest Christianity». Электронный ресурс, режим, доступ. Ссылка дается. Третья – Адольф Гернак «История догматов». Электронный ресурс, режим, доступ. Четвертая – Апостольские постановления. Электронный ресурс, режим, доступ. Пятая – Архиепископ Иларион Троицкий «Священное Писание и Церковь». Шестое – Болотов В.В., профессор «Лекции по истории древней церкви» в четырех томах. Седьмое – Джордж Дан «Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства». Восьмое – Древнегреческо-русский словарь «Дворецкий И.Х.» Под редакцией С.И. Совалевского. Девятое – Евсевий Памфил «Церковная история. Святоотеческое наследие. Электронный ресурс». Ссылка. Десятое – Епископ Кассиан Безобразов. Христос и первое христианское поколение. Епископ Кассиан Безобразов. Москва, 2001 год. Одиннадцатое – Ириней Леонский. Доказательство апостольской проповеди. Святоотеческое наследие. Ссылка. Двенадцатое – Ириней Леонский. Обличение и осуждение лжеименного знания. Электронный ресурс. Ссылка. Тринадцатое – Иустин философ. Апология. Первое – «В пользу христиан Антонину Благочестивому». Электронный ресурс. Ссылка. Четырнадцатое – Иустин философ. Диалог с Трифоном Иудеем. Электронный ресурс. Пятнадцатое – Климент Александрийский. Педагог. Святоотеческое наследие. Электронный ресурс. Ссылка. Шестнадцатое – Климент Александрийский. Строматы. Электронный ресурс. Семнадцатое – Лордс. История церкви. Рассмотренная в связи с историей идей. Электронный ресурс. Ссылка. Восемнадцатое – Постнов. М. Э. История христианской церкви. Электронный ресурс. Ссылка. Девятнадцатое – Правила православной церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. В двух томах. Епископ Никодим Милош. Репринт. 1911 года. Москва. Отчий дом. 2001. Издательство. Двадцатая. Протерея Александра Шмеммон. Исторический путь в православие. Протерея Александра Шмеммон. Москва. Православный паломник. 2003 год. Двадцать первое. Протерея Иоанн Мейендорф. Введение святоотеческое богословие. Протерея Иоанн Мейендорф. Клин. Фонд христианская жизнь. 2001 год. 448 страница. Двадцать второе. Протерея Сергий Булгаков. Свет. Невечерний. Электронный ресурс. Ссылка. Двадцать третье. Ранние отцы церкви. Брюссель. Жизнь с Богом. 1988 год. Электронный ресурс. Режим доступа. Ссылка. Двадцать пятый. Светлов. Р.В. Гнозис. И. Экзегетика. Электронный ресурс. Ссылка. Двадцать шестой. Святитель Феофила. Святителя Феофила Антиохийского послания к Автолику. Святотеческое наследие. Ссылка. Двадцать третье. Двадцать седьмое. Священник Павел Флоренский. Столб и утверждение истины. Священник Павел Флоренский. Репринт 1914 года. Москва. Лепта. 2002 год. Восемьсот шестнадцатая страница. Восемьсот шестнадцатая страница. Двадцать восьмое. Скворцов К.И. Профессор философии отцов и учителей церкви. Период апологетиков. Скворцов К.И. Профессор Киевской духовной академии. Киев. Издательство имени святителя Льва Папы Римского. Тысяча третий год. Четыреста семьдесят две страницы. Двадцать девятая. Стюарт Джордж Холл. Учение и жизнь ранней церкви. Стюарт Джордж Холл. Новосибирск. Посох. Две тысячи. Наи год. Триста двадцать восемь страниц. Тридцатая. Тертулиан. Святотеческое наследие. Электронный ресурс. Ссылка. Тридцать первая. Тильих Пауль. Динамика веры. Христианство. Энциклопедический словарь. Москва. Научное издательство. Большая российская энциклопедия. 1993 год. Том с первого по третий. Том с первого по третий.